Знаю и претензии в свой адрес, да, и уж моё это не будем здесь обсуждать, да, моё отношение к этому. Всё это сложилось задолго до того, когда я стала главой, когда уже работал, был глава сельсовета, да, и его сын был директором МУПа, против чего я всегда, в общем-то, выступаю вот в таких моментах. И, в общем-то, это была наша инициатива всё-таки того, чтобы разобраться. Сразу не хватило полномочий прекратить, разорвать этот объект? Ну, во-первых, у главы района нет таких полномочий по той простой причине, что учредителем, мы являемся учредителем МУПа, МУПа СКХ Назаровская, да. А написать в прокуратуру, как глава Назаровского района, провести проверку на предмет соответствия? Ну, давайте уже так, эта проверка ещё, я не работала главой, эти проверки уже проводились. Ведь у нас такая ситуация была и в Красной Сопке, но, тем не менее, в те времена прокуратура не нашла нарушений. Не в Сахапте, не в Красной Сопке. Было моё устное обращение к прокурору по поводу того, что считаю, что в Сахапте, ну, в Красной Сопке просто в 15-м году сменился глава, да. И не был избран Агустинатис Римасвита, как раз вот его сын был директором МУПа. Но, более того, сегодня по Сахапте, извините, было обращение. Ну, вот была проверка прокуратуры, почему ушёл глава сельсовета. Как раз было указано на конфликт интересов. А это было по вашему обращению? Я устно обращалась к прокурору. Я не хочу здесь никакие, потому что у меня были уже такие моменты того, что, являясь учредителем МУПа Сахаптинского, что будут сложности в перспективе, мы понимали, потому что очень много было вопросов и жителей, и прочих моментов. Поэтому, реально, чтобы понимать, ведь не зря есть 131-й федеральный закон, который чётко расписывает полномочия поселения, да, там есть такие полномочия поселения, полномочия муниципального района, полномочия там. А вы уж не обесцениваете свою должность, тем не менее, всё-таки глава района это выше должностное лицо. Я понимаю, да, выше должностное лицо, но есть полномочия, мы чётко. И учредитель Сахаптинского МУПа, это администрация Сахаптинского сельсовета, то есть полномочия нам, если другие территории передают, да, по водотеплоснабжению, там, водоотведению, то у нас есть, вот как раз там, где существует МУПа, эти полномочия нам не передаются. И поэтому я нисколько не принижаю, понимаю, но честно взять и сказать так, это сделай, либо отдать приказ, этого нет, по полномочиям этого сделать юридически нельзя. Но работать, да, с этим надо и нужно. Галина Владимировна, и хотелось бы всё-таки о контроле поговорить. Вот дело в том, что депутаты районного совета эту тему тоже поднимали. Тем более, что сейчас вот часть полномочий именно в осуществлении контрольных мероприятий передали в ревизионную комиссию Назаровского района. Но там, все мы понимаем, один человек. Вот на ваш взгляд, что необходимо предпринять для того, чтобы усилить всё-таки надзорную деятельность? У нас есть ещё один, да, надзорная, у нас есть ещё один. Кроме внешнего финансового контроля должен быть внутренний финансовый контроль, который у нас, к сожалению, отсутствует. И сегодня, да, есть обращение в прокуратуру, и мы сегодня высвобождать будем муниципальную единицу для того, чтобы принять человека, а внутренний финансовый контроль – это обязательное требование. И мы будем принимать аудитора именно ещё, то есть человека, который будет проводить тоже финансовый аудит. Уже в какой-то будет форме, возможно, варианты, как это есть в других территориях, что этот человек будет подчиняться только главе, чтобы он мог и финансовое управление проверять, и бухгалтерию, администрации, в том числе района. То есть вот эта работа, как раз мы говорили, и с Татьяной Валерьевной, я ведь была председателем, и многие вещи. И как раз, когда был человек, освобождённый на внутренний аудит, то уже вот это либо совместные проверки, либо уже тут полномочия разделились, и то есть уже часть бы каких-то вот полномочий. Татьяна Валерьевна бы осуществляла внешний финансовый контроль, а вот здесь бы внутренний. То есть мы по контролю думаем, и мы будем эту единицу платить. Вы чувствуете недостаток, может быть, каких-то контрольных мероприятий? Ну, то или иное учреждение, может быть, хотелось бы проверить, но возможности. Ну, дело в том, что, естественно, для меня было бы важно, чем какие-то вещи доводить до такой ситуации, как получилось с Сахапкинским МУПом, их предубеждать эти ситуации. Для меня важно, чтобы финансовый контроль был везде, и учреждения проверяли, в том числе, о чём я и говорю. И даже наши здесь учреждения, которые и районный дом культуры, и районная библиотека. То есть контроль должен быть обязательно, и это моё твёрдое убеждение всегда, потому что контроль должен быть. А на уровне правительства Красноярского края не понимают, что такая проблема существует в территории? Ну, дело в том, что, наверное, мы должны изыскивать свои внутренние резервы. Кого-то это нам кажется, и тут объём большой, и тут объём большой, и поэтому единицы муниципальные закреплены. Хотя да, мы обращались за тем, чтобы единицу нам выделили дополнительно. И сегодня у нас есть новое обращение. Мы надеемся, надо же обращаться, если мы в предыдущие годы не обращались, а тут вот за последние два года мы пишем. Ну, конечно, всё анализируется, может быть, нам ещё единицу добавят муниципальную. Мы обращаемся, то, что мы не сидим и не молчим, это точно. Но вам приходится всё равно думать о том, каким образом вы будете содержать эту единицу. Ну, я говорю, мы её дополнительную взять не можем, мы только должны изыскать внутренние свои, и вот проанализировать все участки работы. И мы сегодня уже это делаем, что где-то какую-то работу объединить, на какого-то специалиста возложить. Может быть, у него сегодня недостаточный объём для того, чтобы эту единицу ввести. Это нарушение, вот я имею в виду отсутствие внутреннего финансового контроля, я это знаю. И, в общем-то, у нас есть предписание Министерства финансов, что это в работе у нас нарушение. Поэтому я думаю, что до конца, у нас ещё два месяца, до конца года, мы уже к концу года эту единицу введём.